Институт геологии и нефтегазовых технологий готовится работать в поте лица, не покладая рук. Как говорится, цели ясны, задачи поставлены. Каково ближайшее будущее геологов Казанского федерального, расскажет Аделя Мухамедшина. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась встреча ректора с сотрудниками данного подразделения. После обсуждения перемен и изменений, которые настигли этим летом Казанский федеральный, Ильшат Гафуров не оставил без внимания сотрудничество Института с крупными компаниями. Ведь это, безусловно, принесло за собой хорошие результаты. То, чем занимаемся мы, стало востребованным. Стало востребованным и сама эта востребованность проявляется в желании платить компаниями. И компания начинает понимать, что, работая в области высоких технологий, им нужно тесно сотрудничать с людьми, занимающимися фундаментальной наукой, и успевать переложить все эти разработки на свою практику. Также ректор отметил всю важность научной работы Института геологии и нефтегазовых технологий. На сегодняшний день данный институт не намерен снижать планку, и его по-прежнему ждет очень много работы. Время мы начинаем, когда задуматься об этом, начинаем понимать, что еще долгие годы углеводорода будут востребованы. Самая главная задача стоит в том, чтобы как эффективно их разрабатывать и доставать из-под земли, может быть, не доставая углеводорода, и доставать то, что из него получается, электроэнергию, а достаточно дешевым способом. Это главная задача, эффективность, которая тоже стоит перед нашим коллективом. Не обошлось и без сенсации. Казанский федеральный университет готовится стать базой новейшего технопарка. Вышло постановление правительства Российской Федерации о поддержке этой структуры Инокам. Значит, и наш университет рассматривается как базовым для подготовки кадров и для проведения научных исследований, а также, скорее всего, мы будем базовыми при формировании технопарка на этой территории. Завершая встречу, ректор напомнил, что времени для реализации всех планов мало. Теперь каждому сотруднику придется предельно много поработать во благо науки и поддержать движение университета по заданной траектории. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Универ Ньюс.